Мы продолжаем общаться со спикерами, участниками выставки World Food 2022. Рядом со мной Ирина Борисова из школы ритейла. Ирина, здравствуйте. Я знаю, что вы были спикером на одной из секций. О чем там шла речь? Да, в этот раз выступление было ритейл-прокачка. И, в принципе, организаторы решили сделать такой часовой именно мастер-класс именно практикующих инструментов. И мы решили, что это будет нейромаркетинг, эмоциональные продажи. Что такое пять сенсоров, через которые мы воспринимаем вообще, в принципе, мир? Как мы делаем покупки? Какое у нас поведение? И где та самая наша кнопочка, которую нужно нажать, чтобы купить? И вот мы как раз именно в практике инструменты, которые мы применяем непосредственно прямо в полях, мы именно о них и говорили. Мы говорили, насколько увеличивает это процент, как это работает, как себя чувствует при этом покупатель, как он реагирует. И вот это были именно практикующие инструменты, то, что применяется прямо сейчас в магазинах. Это важно как и для производителя, потому что зачастую получается два лагеря. Производитель сам по себе, и он вроде бы думает, что он через ритейл достучится до своего потребителя. А в итоге у ритейла свои задачи с коммуникацией с потребителем. И получается, что вот как раз мы хотели, чтобы сегодня сгенерить, чтобы у них был совместный, правильный пул инструментов, который помогает. И при этом нейромаркетинг как раз тот самый эмоциональный инструмент именно для увеличения продаж. И для производителя, и для ритейла. Я понимаю, что это, наверное, тема для отдельного огромного разговора, но если все-таки постараться сжать всю суть в минуту обсуждения нейромаркетинг, что это такое? Нейромаркетинг – это наука о поведении человека при совершении покупки. Какие он испытывает эмоции, какие у него возникают чувства, и почему он принимает решение купить или, наоборот, не купить товар. И причем это высокоточная наука. Если в маркетинге мы можем услышать от потребителя в данном случае даже социально ожидаемый ответ, то нейромаркетинг – это высокоточная наука, которая в цифрах и в действии покажет, как и какие реакции происходят в организме человека. Вы говорите, применяя нейромаркетинг, мы можем добиться продаж и добиться вообще в целом результатов. Какие-то цифры можете привести? Ну, допустим, аудиомаркетинг может задержать, именно хороший музыкальный контент может задержать покупателя на 30% дольше в магазине, чем он обычно посещает. А что такое дополнительных 2-3-4 минуты для ритейлера, когда покупатель в магазине? Это значит импульсивные покупки. Это значит решается задача увеличения среднего чека того покупателя, который уже достиг этой площадки. Он уже в магазине. И наша задача как ритейла – максимально помочь покупателю совершить эти эмоциональные покупки. И даже не запланированные. Вот это как раз помогает решать. Ароматы помогают увеличивать до 200% именно продажи за счет того, что мы влияем на аромат. Мы слышим аромат, и мы хотим цитрусы, мы хотим мясо, мы хотим сыры, мы хотим вкусного вина с хорошим сыром, выпечка. То есть это все на нас влияет. И благодаря тому, что правильно применять именно аромодизайн, а не так, что мы просто наставили флаконов и разбрызгиваем какие-то ароматы. А именно дизайн ароматов позволяет, что мы покупателя ведем по магазину, и у него складывается эмоциональное хорошее впечатление. У него он эмоционально чувствует себя комфортно, и тем самым он тогда именно делает те покупки с удовольствием и с радостью, как хочет, для себя или для своих близких. А насколько, по вашим оценкам, сейчас компания активно внедряет вот этот нейромаркетинг в свою работу? По большому счету мы всегда это применяли, и даже в древности мы это применяли. Все, что связано с эмоциями. Просто сейчас это систематизировано, это правильно уже оцифровано. И применение, ну я считаю, что российский ритейл сейчас достаточно, особенно федеральные крупные сети, они достаточно хорошо работают с нейромаркетингом, и они умеют уже эти инструменты применять на практике. Мы же говорим, если о розничных магазинах, то им сейчас только предстоит это делать. И я думаю, что все-таки у нас впереди ближайших там 2-3-4 года, ну этот процент растет. И аудиомаркетинга, потому что есть компании, которые помогают нам подобрать плейлисты. У нас есть точно так же аромамаркетинг и аромакомпании, которые подбирают правильно ароматы. И таким образом мы достигаем результата все вместе. То есть, если у нас крупные игроки, скажем так, это уже активно используют для розницы, у нас это дело будущего, не очень далекого будущего, я правильно так понимаю? Нет, они уже применяют. Ну где-то примерно, я бы, наверное, оценила, потому что я достаточно много езжу по стране и часто бываю именно в таких единичных региональных розничных магазинах, то в данном случае это где-то процентов 7-8. И я очень рада буду к тому, что если через 2-3 года мы даже сделаем процентов 15, это будет уже очень хорошо. Да, желаю успехов в этом, в популяризации этой системы. Да, а я желаю нашему ритейлу и нашим производителям как раз эмоциональных продаж, которые будут показаны в цифрах, потому что есть цифра, есть явление. И любые наши действия, маркетинг – это не расходы, маркетинг – это инвестиции, которые должны нам принести доходы в виде товарооборота и выручки. Тогда желаем всем выручки и товарооборота. Присоединяюсь. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Всего доброго.